МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Налоговые органы получили возможность взыскивать неуплаченные платежи по налогам не только с организацией, но и с аффилированных с ними физических лиц. Соответствующие поправки в налоговый кодекс одобрила Госдума. Документ подписал президент. По мнению экспертов, это означает, что налоговики смогут взыскивать неуплаченные налоги компании не только со связанных с ней организаций, но и с учредителей или акционеров. Отмечу, что норма о взыскании налоговой задолженности с аффилированных организаций была введена в 2013 году и касалась только юридических лиц. Она была направлена на борьбу с фиктивным банкротством компаний, когда бизнес не прекращался, а создавалось новое юрлицо, куда переводились активы, либо они регистрировались на физическое лицо. Нынешние изменения стали продолжением борьбы с налоговыми правонарушениями. Наверное, стоит говорить не только о эффективности самой нормы, но и о эффективности ее реализации. Если она будет использоваться выборочно, может быть, как разовая такая мера устрашения, то когда нужно с избранных каких-то неугодных предпринимателей изыскивать, то это будет не очень эффективно. Если это будет делаться масса, то, конечно же, предприниматели напугают и собираемость налогов может повыситься. Другое дело, что идет речь об официальных суммах, которые значительны предприятию. И, на мой взгляд, такие меры могут стимулировать уход некой части предпринимателей в тень. На втором форуме малого бизнеса стран-участниц Шоссе-Брикс, который завершился сегодня в Уфе, зарегистрировано более 230 двухсторонних встреч. Это в два с половиной раза больше, чем на первом форуме в прошлом году. Кроме того, подписано 9 соглашений о сотрудничестве. В ходе заключительной пленарной части форума его участники приняли итоговый документ. Он включает в себя все предложения по развитию малого бизнеса, сформированные в ходе работы дискуссионных площадок. Среди них создание в рамках действующих органов организации сотрудничества механизмов, которые бы позволили предпринимателям находить решение проблем с привлечением кредитов для реализации инвестпроектов. Также среди важных инициатив – отладка связей крупных компаний и малого бизнеса с целью привлечения последних к закупкам крупных игроков. Первое – то, что эта площадка позволяет встретиться малому бизнесу и среднему. А во-вторых, конечно же, вы вырабатываете здесь настоящее решение. Малый бизнес очень активен. С каждым, с кем бы я ни встречался, из малых бизнесменов, приходится обсуждать либо вопросы стройки, либо вопросы развития, получения финансовых ресурсов. Это говорит о том, что сообщество живет, дышит по-настоящему. И перед собой участники этого процесса строительства малого и среднего бизнеса видят большие задачи и видят далеко открывающиеся горизонты. Отделение Национального банка по Башкирии до апреля 2017 года будет вести поиск предприятий, которые имеют планы по выпуску облигаций. Цель – помочь решить возникающие при этом проблемы. Решение было принято участниками совещания по вопросам развития рынка облигаций, которое состоялось в Уфе с участием Республиканского правительства, специалистов Уральского главного управления Банка России, Департамента развития финансовых рынков Банка России и других ведомств. После обследования предприятий региональный Минфин и Минэкономразвитие смогут внести в правительство предложение по поддержке потенциальных эмитентов в виде субсидирования процентной ставки по корпоративным облигациям и предоставление госгарантии по размещаемым облигациям. Предполагается, что это поможет увеличить объем рынка облигаций, который помогает предприятиям привлекать деньги. Теперь информация о курсах валют, установленных Центробанком на выходные и понедельник. И доллары, и евро подорожали. Курс американской валюты увеличился на 47 копеек и оценивается в 64,15. Европейская подорожала на 85 копеек 68,47. Лучшие обменные курсы на пятницу. Покупка доллара в БКС Банке за 64,10. Кредитная организация может взимать комиссию до 2% за обменную операцию. Продажа доллара в Банке Акбарс и Акибанке за 64,45. Наиболее выгодное предложение по покупке евро также в БКС Банке за 68,25. По продаже в Акибанке за 68,5 рублей. Закон об установлении уголовной ответственности за незаконное возбуждение уголовных дел в отношении бизнеса одобрен во втором чтении без единой правки. Предполагается, что в ближайшее время он уже вступит в силу. Кроме того, ожидаются серьезные изменения в законе о работе Конституционного суда. Наряду с двумя постановлениями предлагается третий вариант, когда дается толкование конкретной нормы к любой статье любого закона. Что касается изменения самой системы, то Верховный суд выступает с инициативой по поводу разделения в субъектовых судах общей юрисдикции, чтобы не было под одним судом и второй инстанцией, иногда и третьей. Чтобы под одной шапкой не рассматривали и потом не перерассматривали одно и то же дело. Но здесь понятно, что должны быть совершенно другие люди. Ряд изменений судебной системы будут обсуждаться 5 декабря на межрегиональной конференции Ассоциации юристов России. Событие пройдет в отеле «Шаратон Уфа». В нем примут участие председатель Ассоциации юристов России Павел Крашениников, руководитель башкортостанского отделения АЮР Андрей Назаров, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев, состоящий в правлении Ассоциации и ряд других экспертов федерального и регионального уровней. И о новостях пока все. До новых встреч.